В ходе профилактического мероприятия такси ежедневно в Петрозаводске идет контроль за пассажирскими перевозками. Чаще в местах скопления таксистов, например, на вокзалах, а бывает, как сегодня, просто на городской дороге. За некоторое время при нас проверили несколько машин, нарушения нашли. Например, у этого водителя, который вез пассажиров и был уверен в себе, не оказалось одного из главных документов. По нашей информационной базе у вас разрешение на данный автомобиль не выдано. То, что вы показываете вот эту копию, на этой копии государственного регистрационного знака нет автомобиля. Поэтому мы с вас сейчас тоже объяснение возьмем, на каком основании вы занимаетесь перевозками пассажиров. Показания берут и у пассажиров. Записывают, как вызвал такси, как оплачивал. Подобные рейды занимают немало времени. Проверить нужно многое, ведь от соблюдения всех условий зависит в том числе здоровье и жизнь пассажиров. Проверяется соблюдение данными водителями правил дорожного движения, наличие необходимой документации, в частности, наличие разрешения на отчисление данной деятельности по перевозке пассажиров. Соответственно, проверяем наличие путевой документации, наличие технического осмотра на транспортное средство. И это не все. Машина-такси должна иметь светографическую схему, шашечки и опознавательный фонарь. Петрозаводские таксисты грешат в основном те, что на большинство транспортных средств, которые используются как легковые такси, не получено официальное разрешение на осуществление данного вида деятельности. Соответственно, в действиях водителей усматривается нарушение статьи 14.1 КОАП РФ «Незаконная предпринимательская деятельность». За прошедшие сутки инспекторы зафиксировали 9 нарушений. Часть из них связана как раз с незаконной предпринимательской деятельностью. Информацию направят в Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи. Там примут решение о назначении административного наказания. В соответствии с законодательством это штраф от 500 рублей до 2000. Анжела Маркевич, Варвара Ермулинка, Служба новостей.